Здравствуйте, коллеги! Наш пресс-центр продолжает свою работу на выставке Retail Week. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день! Вячеслав Ивашенко, директор по развитию компании Wildberries. Подскажите, пожалуйста, только что была бизнес-сессия интересная, в которой вы были спикером. Очень интересно, тезисно, что там было, какие вопросы поднимались? Обсудился, на самом деле достаточно глобальный вопрос для маркетплейсов на сегодняшний день. Это фарма и реализации, в принципе, аптечных препаратов, лекарственных препаратов через онлайн. Самый плюс, наверное, все-таки в том, что позавчера буквально принято постановление, где агрегаторы маркетплейса имеют право реализации этой продукции. Обсудили данное постановление, в маркетплейсе высказали свое мнение, коллеги из Асны, из Минздрава высказали свое, но, в принципе, все закончилось на позитивной ноте. Скажите, есть какие-то ограничения? Абсолютно все лекарственные средства теперь могут маркетплейсами реализовываться или есть какие-то небольшие или большие категории? Только безрецептурными и не особо реализовываться, то есть маркетплейс сможет физически сам сделать реализацию только при наличии лицензии все еще, просто ее условия получения стали немножко иными. А как выступать в виде агрегатора, как информационной базой о наличии и выполнять доставку от аптеки до потребителя, может только не рецептурными товарами. Отлично. Расскажите, может быть, как проходили споры, может быть, какие-то были жаркие, может какие-то темы были особенно острыми? Ну нет, все достаточно в такой более дружелюбной манере, все равно многие уже друг друга знают. Единственное, что, конечно, жалко, что этот закон только, точнее поправка принята только сейчас, она была бы очень полезна людям во время пандемии, во время локдауна, когда маркетплейс смогли бы выступать таким одним большим агрегатором данных о наличии того или иного препарата и люди бы просто экономили бы время на поиски и бронирование для себя препаратов. Хорошо, что это произошло, жаль, что не так рано, как нам хотелось бы. Поделитесь, пожалуйста, может быть, каким-то интересным вектором развития Wildberries, может быть, вы владеете какой-то инсайдерской информацией, которая нам пока неведома, может какие-то новинки, какие-то пути развития интересные у вас сейчас есть? Да, на самом деле ничего такого скрытного нет, уже говорил даже о планах и позавчера здесь на сессии, то есть наша идея сейчас продолжать экспансию как международную, так и внутри страны, развивая количество наших пунктов выдачи заказа. Сейчас цель большая, конечно же, на фарму, представить ее в полном ассортименте для потребителей как можно большего количества регионов нашей страны, ну и клиентский сервис, как обычно работаем над ним, чтобы нашим потребителям было получать товары все удобнее, быстрее и лучше. Спасибо вам большое, мы пожелаем вам в этом удачи, потому что ваша удача – это удобство нас, простых пользователей. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, коллеги.